привет политик вот я еще раз повторю простой расчет вот миллион человек работает на этих предприятиях если бы эти предприятия платили хотя бы на тысячу долларов больше даже при этом уровень заработной платы был бы в среднем тысячи полторы тысяч долларов до в мире на таких предприятиях получает нефтегазовая отрасль и в среднем 10 тысяч долларов то есть вы понимаете даже в этом случае мы бы платили бы на этих предприятиях несколько раз меньше чем на на аналогичных предприятиях в мире абсолютно аналогичных и этот продукт продается на мировых рынках за мировые цены то есть вы представляете теперь что получается выясняется что миллион человек если им выплачивать тысячу долларов дополнительно это один миллиард долларов в месяц в год 12 миллиардов долларов то есть получается в нашу страну не попадает эти минимум 12 миллиардов долларов для работников нефтегазового сырья отрасли горно-металлогического комплекса это такие предприятия как арселор металл кормят комбинат казахмыс раз сын и многие разные предприятия которые торгуют свои продукции на мировых рынках и получается что минимум 12 миллиардов долларов наша страна недополучает через выплату заработной плат для этих предприятий я сейчас не вижу смысла повторяться я единственно что вам скажу я думаю что для вас понятно что только нефтегазовый сектор и сырьевые предприятия позволяют красть назарбаеву минимум 15 миллиардов долларов сша в год а еще есть железная дорога есть государственная компания казмуная газ телекоммуникационные компании еще в сфере недвижимости урановый бизнес масса разного бизнеса который контролируется именно политическая верхушка во главе с султаном назарбаевым и самая скромная цифра которая крадется у страны не менее 30 миллиардов долларов сша в год это минимум вот собственно в чем суть была нашего обращения наше обращение заключается в том что мы если будем каждый год медленно раскачиваться медленно прозревать то каждый год этот режим будет воровать у страны минимум 30 миллиардов долларов и еще из бюджета страны финансировать полицейских военных и всех прочих всяких подставных тетушек я знаю что сейчас разные молодежи казахстане предлагают чтобы они носили черную одежду маску и прессовали митингующих вот собственно за наши же деньги за государственные деньги этот режим будет стараться удерживать свою власть поэтому мы приняли решение что необходимо среагировать на все эти события наш народ бедные нищие и все те кто будет стоять на острие смены режима сделать свой вклад в перемены построение нового государства возьмут на себя риск пойдут брат сестра отец мать семьями они все должны быть вознаграждены нашей страной нашим обществом за те перемены которые они помогли произвести в нашей стране вы знаете что этот режим преследует прессует я знаю что основная часть вас приходит сюда в этот чат выходит на митинги потому что хочет свободы потому что хочет перемен потому что все те программы о которых заявил двк они безусловно к суд коснуться каждого из вас мы спешим потребительские кредиты ипотечные займы будет государственное бесплатное образование здравоохранение и масса масса серьезных изменений которые коснуться жизни каждого гражданина нашей страны у нашей страны есть и другие возможности и чем больше мы эти возможности не используем не реализуем тем больше этих средств уходит в карманы на султан назарбаева тем больше он будет тратить их на сопротивление народу тем больше денег он будет отдавать различным полицейским различным специальным отрядам чтобы они гасили народ и поэтому мы должны эти деньги перераспределить в сторону народа перераспределить сторону тех кто реально готов бороться отчаянно бороться чтобы этот режим конце концов был сменен и недавно было задержано около пяти тысяч человек на наших митингах какое-то количество были подвергнуты штрафом и очевидно что мы должны компенсировать все эти потери людям моральный ущерб физический ущерб любой другой ущерб наши году с государства в состоянии состоянии возместить тот ущерб который люди понесли борясь с этим режимом сразу хочу сказать когда мне здесь пишут немного ли 10 тысяч долларов давайте ребята мы просто порассуждаем что такое эти 10 тысяч долларов кто получит эти деньги кто получит миллион тенге кто компенсацию о которых я сегодня говорил это жертва ножи жена зене по 100 тысяч долларов давайте порассуждаем сначала давайте немножко назад вернемся надеюсь вы согласны что семьи у которых погибли кормильцы погибли дети погибли родственники должны обязательно получить хоть какую-то поддержку со стороны государства и этот размер мы определяем как 100 тысяч долларов вы с этим согласны или нет или вы считаете им нужно меньше или больше прошу ваше мнение по поводу жертв которые были жена зене а мы безусловно должны среагировать и восстановить справедливость мы будем проводить расследование накажем виновных безусловно будут памятники поставлены честь тех кто пострадал все это так но сейчас я говорю именно о материальной основе когда члены семьи или близкие должны получить хоть какую-то поддержку со стороны государства хоть какую-то и это размер 100 тысяч долларов реально он небольшой я так считаю и как вы оцениваете именно нашу инициативу позже на звенцем это решение правильное это не покупка это именно компенсации жаназенцем которые пострадали 2011 году и я еще хочу сказать что там есть и другие пострадавшие которые просидели в тюрьмах все прочее они не погибли но по ним нужно принимать отдельные решения и с учетом того что жаназень это боль всего народа я думаю что это решение нужно оставить за парламентом когда парламентской комиссии проведет полноценное расследование событий жаназене мы безусловно должны учредить правительственные награды и выделить дополнительную компенсацию для тех кто пострадал от действий режима не погиб не был каким-то образом искалечен но тем не менее пострадал просветил в тюрьмах и мы это тоже должны обязательно восстановить справедливость и также на день мы принимаем это правильное решение здесь кто-то пишет что главное чтоб государство не стало банкротом ребята я вам говорю так деньги в стране есть сейчас только золотовалютные резервы это после того чтобы шал крадет миллиардами долларов золотовалютные резервы страны составляет 87 миллиардов долларов сша и если мы даже жаназенье тысяч человек каким-то образом учтем даже по 100 тысяч долларов эта сумма всего лишь 100 миллионов долларов но маловероятно что тысяч человек будет будет меньше и еще я своих выступлениях сказал что в нашей стране каждый год крадется 30 миллиардов долларов сша то есть все эти компенсации это маленькая части гигантский средств которые утекают от нашего народа карманы нурсултана назарбаева его близкого окружения мизерная маленькая часть вот эти все эти выплаты они составят очень ничтожную часть всех тех денег которые мы просто перекроем я даже не говорю о валютных резервах страны в размере 87 миллиардов долларов сша я даже о них не говорю помимо этого денег стране много даже сейчас теперь здесь давайте поэтапно двигаться есть пострадавшие которые с 13 марта преследовали с режимом кому-то дали условно кто-то просидел два месяца и все прочее да есть скажем пострадавшие какие-то штрафы были задерживали мы здесь предлагаем всем тем кто вот такого рода понес ущерб компенсировать это в размере 1 миллион тенге вот кто был на этих митингах на митингах на акции в прошлом году которые были административные получили наказание на 10 15 суток на 5 суток и так далее то есть размер 1 миллион тенге до макса бакаева джакшева и так далее мы вернемся это особый случай